МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для многих верников костел Рожства Просвятой Девы Марии стал соправдным местом сутяшения. Однако еще 16-го года у того на этом месте его не было. Опышний камень был закладен в 2000-м годе. Тогда костел и сустрел первых наведольников, и в его стенах у першиню захочали церковные спевы. Я помню Рождество, которое первый раз совершал в Гомеле, 26 лет тому назад. Для меня это гадовщина, такая очень важная тоже, потому что первое богослужение на Рождество я совершил на кладбище в Новобелисе, напротив мясокомбината, там, где старинные могилы. Там стоял такой домик сторожа, почти разрушен. Точно вифлеемская хибара такая. И там в третий, первый раз еще, тогда был Советский Союз, 30 человек, которые долгие годы, 60 лет в подполье продолжали в каждом воскресенье собираться на молитве. И вот именно этой ночи, 2016 года, я с ними, уже будучи новым священником в Гомеле, после этого длинного очень длинного разрыва, когда жирик, который в подполье совершил вот именно богослужение Рождественское, и для меня это было огромным впечатлением. Сегодня, как и 26 года у того, гамельчане по раннейшему сбираются разом, как подсветковать рождество Христова. Правда, уже в великем будинку. Однако, не глядяши на то, что гэта помешканья на шмат больше старенькой полевничей хатки, у им так само полна христианам. А все лишь их веры кажутся реальные цуды, яке, по словах Ксюнзы, слава мира Лосковского, по молитве отбывают самалькужный день. Я хочу пожелать для всех вас, дорогие братья и сестры, в Христе этот радостный, светлый праздник Рождества Христова. Пожелать, чтобы Бог был в вашем сердце, в вашей семье, в нашем обществе. Чтобы Господь Бог благословил наш труд, здоровье нам давал, многословил учебу, кто учится, все наши дела. И до всех нас, пускай хранит Господь Бог, я всего вам наилучшего желаю, жить с Господом Богом. Божье народжение – один из наиважнейших христианских святов. Парымская традиция, якая склалась у Пирше Стоходе Христианства, яко отзначают миновито 25-го Снежня. У гэтый день сложатся три особливые литургии – ночью, надо, святку и днем. Таким чином свято отзначается тройши, что символизует рожтво Христова у лоне Бога Айца, у лоне Бога Мати и у души кожного христианина. Ганна Ковалева, Валера Капанько, Телерадо, компания «Гомель». Чарговая телефонная размова с жихарами региона у похвалючих их пытаньях отбудется завтра. Продставники улады проведут с прамой линии. С 9 до 12.01 звороты грамадян будет принимать наместник старшини «Гомельского областного выканавчего комитета» Владимир Александрович Прывалов. Нумер телефона у «Гомеля» – 75 12 37. Параллельно прамую линию проведет наместник старшини «Гомельского городского выканавчего комитета» Оксана Константиновна Рудзянок. Звонкова джихару областного центра чекают по номеру 75 19 54. Як и зауседы по субботах, прамые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвыконкамах. Выхванцы «Гомельского дома-интерната» для детей-инвалидов за саблевастями психофизичного развития представили «Калядный суд». Под такой назвой дети продемонстрывали святочный спектакль. Его первыми глядачами стали старые добрые сябры установы. Поставить соправдный спектакль детям допомагали удельники волонтерского отрада «Эдельвей» Советского районного отдела БРСМ. У невеликой глядельной зале неазменные доброчинцы дома-интерната, представники Министерства працы и социальной обороны Республики Беларусь, гомельского католицкого прихода, высшейших научальных установ и предприемства у города. Гости свята пришли с «Калядными подарунками», бытовой техникой, присмаками и цацками. У целым доброчинный рух с наближением святов набирают все большие обороты. Так, акция «Наши дети» уже давно стала неадъемной часткой подрыхтовки всей Украины до новогодних святов. И с каждым разом до этого руху долучается все больше дельников. Что можно, какой подарок лучше для детей? То, что можно поиграть, то, что можно скушать. Поэтому, конечно, мы приехали со сладостями. Это традиционные подарки. Но они не скажут, что только сладости. Бывает, мы привозим и игры какие-то. То есть работники министерства тоже участвуют в этих акциях. И все такие акции проходят во всех детских домах для детей с особенностями развития по всей стране. Ганна Ковалева, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Больше от 400 детей стали удельниками профсоюзных ёлок, які пройшли у Гомели. У театр-ляляли, где проходила акция, запросили маленьких жихаров з усіх районов в области. Удельники профсоюзных ёлок кажут, что запрашення на акцию для их стала самой радостной падеей гэтага месяца. Некоторым детям батьки навод у школу ётый день дозволили не исти. Столькі шаканів було зв'язано з гэтым святом, што об нежим іншим навод думать тяжко. Бо коли вериш ўцуда, ённо повинно обовязково здариться. Когда мой муж принёс позавчера билетик с работы «Агропромтранс», мы очень-очень обрадовались. И Кристиночка хочет рассказать, что она хочет здесь увидеть. Расскажи про куколы, что ты ожидаешь? Деда Мороза, Снебурочку, Зальчика. Я хочу увидеть... Следующий год обезьяны. Я хочу что-то такое особенное увидеть, чтобы какие-нибудь представления хорошие посмотреть, чтобы мне было весело. Подчас профсоюзных ёлок батьки запрошенных дятей як соправдные фотокорреспонденты. Коли не на фотоаппарат, то на сотовый телефон фиксуется литерально кожное им гнення. Тепер гэта яше семейная гистория, об якої будуть узгадывать напевно яше не один год. Увагу ли у гэтые дни профсоюзные ёлки проходять во усіх районах Гомельской области. А про шатаго за кошт профсоюзов для дятей набываются билеты у театры, областный цирк и навод на самую головную ёлку краины у Минск. Особливая увага детям-инвалидам и детям-сиротам. Шефство над ими узяли голеновые комитеты. Подаруйте детям добрыню. Сёня гэта бадай головный девиз профсоюзных организаций Гомельщины. Добра не бывает много. И очень приятно, что исполняются детские мечты. И в преддверии Нового года мне хочется очень пожелать, чтобы добрый Дедушка Мороз исполнил все детские мечты. Ну и подбой курантов. Мы тоже взрослые. Все загадываем желания. Пусть они обязательно исполнятся. Олег Сентюроу, Дмитрий Котов, Яуген Макеенко. Телерадио Компания Гомель. Республиканское громадское объединение «Белая Русь» у сёмый раз проводит акцию у Новый год с Белой Руссю. На гэта раз подарунки отрымала семья Миколаенко с Гомеля. Под рабязностью в материале Яугена Пабалалца. Тата працует в втором храме. По вечерах бегает на свежем поветре. Мать выховывает деток. Дачки, а их у сямьи Миколаенко одразу пять, займается конным спортом, спевает и играет на музыкальных инструментах. Одным словом, полновартосная, сучасная белорусская семья. У нас был план «Семья». Это значит, вот пятеро детей, двое взрослых, как раз мы до своего плана достигли. Надеюсь, что следующие уже будут внуки. Республиканская акция у Новый год с Белой Руссю проводится уже сёмый год запор. За гэта час калядные подарунки отрымали каляд 20 семью. Мэтападобных акций протягнуть увагу храматства до шмандетных семью и выхованцев детяших домов. Кап люди отшували клопат до сябе, кап такие семени были добрым и аскравым прикладом для остатних. Дети своих родителей по-настоящему хорошо и разносторонне воспитанные дети никогда не забудут своих родителей. Поэтому, наверное, это тот момент, на который нужно обращать внимание наших жителей и то, к чему должна стремиться каждая белорусская семья. Евген Побловец, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». 101 год тому по указе императора Николая II была сформирована первая у света эскадра поветранных кораблёв, которую после стали называть авиацией далёкого дения. Азначать гэтую дату у «Гомельским музеем военной славы» собралися былые лётчики далёкой авиации, ветераны Зябровского авиагарнизона. Гэтый авиагарнизон ваходзі у склад основных баз далёкой авиации, яке знаходзіліся на территории нашей краины. И хоть памятная дата назначаацца толькі у Расіі, ў Беларусі сёня сотні ветеранов-дальнікаў, толькі 132 з'ях знаходзіцца ў составі савета ветеранов Зябровскага авиагарнизона. Кожны год яны збіраюцца разам, кабу спомніць минулее. На гэтый раз была яшчэ адна прыемная нагода, уручэнні юбилейнага знака, проміркова нагада ста годзі далёкой авиаціі. А крымя гэтага, савет ветеранов пірадаў удар музею, двухтомнік, далёкая авиація ста годзі ў боевым палёте. В 94-м году все палки были выведены, ну а так как люди остались, поэтому мы организовали своені организации ветеранскі. І сейчас успешно работаем, помогаем друг другу. Собираемся на День дальній авиація 23-го февраля. Вот в следующем году, в 2016-м, будет 75 лет нашему палку образовання. На Гомельщыне протягваецца добрачынны праект «Ачыстага сэрца». У гэтым годзі ённа кераваны на патрымку дзятей інвалідаў, молодых інвалідаў і їх сэм'яў. Нагадаем, сур організаторы акцыі – телерадыо кампанія «Гомель». Уже сёня да праекта далучыліся дзісяткі предприємстваў і організацій з усіх регіонаў Гомельщыны. «Ачыстага сэрца» свою кладу агульну справу ўносіць і жыхары в області. Так кампанія па вытворчаці фото сувініраў з Гомеля падрихтавала для метавай аудиторы праекта саправдную новогодніў пасылку з дызайнерскімі кружками. І на іх лаготып добрачынай акцыі. І просто філасовскі дэвіз – каб паверуть ў добро, треба пачаць робіць яго. В прошлом году мы участвували в акціях «От чистого серця». Мы видели, как она зарождалась, как развивалась. І мы не могли остаться в стороне і пройти мимо. І поэтому в этом году, по сути, мы начали заниматься нанесением фотопечатў на кружки і решили не передать «От чистого серця» небольшую партию кружечек именно детям. Шмат сюрпризов напереды дні новогодніх святов подрихтавала творча група телеканала «Беларусьчатыри». Серод їх програмы з циклу «Добрый вечер, Гомель». На гэты раз героями стали стваральніки мультфильмаў у дзельнікі гомельской дзятячы анимацийной студыі. На некалькі хвіліну вячарній студыі ажывайся праудная каска. У перцвяточным выпуску пөдзі размова і пра вынікі конкурсу «Місец Гомель-2015». Які адметнасті ў гэтага спаборніства прыгажості? Як Гомель выбіраў сваю місіс? І пра што марать ў ладальніцэ галонага тытулу? А таксама, савіты дэзайнераў і візажыстаў, як стварыць ўнікальны вобраз для новогодній ночі і што ў трэнді ў наступным годі. Не абыдзіцца без музычных падарункаў. Глядзіце праграму «Добрый вечер, Гомель» ў недзелі ў 19.00 на тэліканалі «Беларусь-4 Гомель». Календарны год жаночыя каманда гандбольнага клуба «Гомель» завершыла дамашній гульнёй супраць Вітіпска «Ганны». Наперэдадні матчу стала вядома об зменах ў трэнерскім штабе «Гомельчанак». Ігар Чаброў пакінуў пост галонага трэнера. Павідамління об заході Ігара Чаброўа дзявілася на офіційным саеці клуба «22-го Снежня». І правду кажучы, стала вялікай нічаканастю. Прычынна першы погляд няма. У чемпіонаті каманда выступае ўдалам, займае першые місце. У пасіві неводнага паражэння. Згаловным конкурэнтам БНТУ «Белас» галонага гуляюць на ровных. Ёсці праблемы. Адна згаловных кадрова неукомплектаванысць. Гульцов, які ёсці обоями, може і не хапіць, каб провести сізон до конца на таким же высокім узровні. А задача одна – чемпіонства. Напэвно тому керавніцтва клуба і пайшло на змены ў трэнерскім штабе. Ігар Чаброў кераваў жаночай каманды ганбольного клуба «Гомель» сім с половай сізонов. А вогалі ў гомельскім ганболі ёнболь за 15 годов. Одным з самых удалых выдався минулый сізон. Гомельчанкі стали срэбранымі призёрами чемпіонату Беларусі і завоявалі кубок краіны. Расставацца з каманды, іля вытоков стварэння якой стояв Ігору Вікторовичу неапроста. Але на гэтым жыцё ў ганболі не завершаецца. Прапановы абновы месцы працы не заставілі сібе довга чакаць. Дальше остаюсь в ганболі. Буду роботаць в сістемі БНТУ. Гатовіць резерв для главной команды БНТУ. І, так, как гэцца, возглавляць піраміду ці подготавкі. На гульну супраць ганны команду вывів виконуючай обавязкі головного трэнера Александр Маджаров. Адразу пасля гэтага матчу ў дзавчат починаліся невелікі новогодні канікулы. На отпочинок треба яхаць у добрым настрое. А для гэтага необходна було перамахчы. Сапернік не самым мосны, гемельчанкі задачі спраїлися без проблем. Добівшіся викторії 46-20. В команді преобладає таке немножко новогодніе настроєння. Нам би не хотілося спортиць себе празніки. Ми настраївались на эту ігру. Дівчанкі молодці, все старались, старались, выложились, старались не підвести тренера. До треніровок жаночая команда ганбольного клуба «Гомель» приступить чотвёртого студеня під керівництвом нового головного тренера Тома Жадшаттера. Славянський спеціціаліст буде сумасшать зроботу у клубі і в національній зборній Біларусі. У інтерв'ю пресс-службі ганбольного клуба «Гомель» Чаттер заявів, що головна задача для команди – чемпіонства і завоєвання Кубка країни. Максим Савін, Игорь Марышченко, телерадио «Кампанія Гомель». І на гэтым наш випуск завершений. Усіх, хто сёння адзначає рашство Христова, яші раз со святом. І до нових зустріч у ефірі. Дякую за перегляд!